Субтитры делал DimaTorzok Его семье и его благим и чистым сподвижникам, и тем, кто последовал за ними наилучшим образом. А затем, о братья-мусульмане во всем мире, я приветствую вас прекрасным и благословенным исламским приветствием от Аллаха. Ассаляму алейкум у рахматуллахи в баракату. Сегодняшняя моя беседа с вами, если пожелает Всевышний Аллах, будет о покаянии, так как прежде мы говорили о знаниях. Сегодня же мы поговорим о покаянии, как ее совершить. Наш путь в жизни сопровождается знаниями и деяниями. Это тот путь, который расчертил нам Всевышний Аллах. И первое — это знание. Читай во имя твоего Господа, который сотворил все сущее, сотворил человека из густка крови. Читай. Ведь твой Господь — самый великодушный. Он научил посредством письменной трости, научил человека тому, чего тот не знал. И одних лишь знаний недостаточно. Необходимо сопровождать их деяниями. Знания являются предводителем, а деяния — его последователи. Знания подкрепляются деяниями. Поэтому первым делом мусульманину на своем пути деяний необходимо торопиться с искренним покаянием перед Всевышним Аллахом. Это то, что Аллах обязал нас всех совершать, сказав «Почему необходимо каяться? Потому что грехи являются завесой, скрывающей возлюбленного. Отстранение от того, что отдаляют от возлюбленного, является обязанностью. И достичь этого можно, лишь обладая знаниями, сожалением и решительностью. И если человек не знает, то, что грехи являются причиной отдаления от возлюбленного, то и не станет он сожалеть за грехи, и не станет испытывать боль по причине своего образа жизни, который отдаляет от Аллаха. И если не испытает он от этого боли, то и не вернется он к Аллаху. Такому необходимо чувство сожаления. Ведь сожаления — это первый путь к покаянию и проявлению решительности в повиновении и отдалении от греховного, и неусердствование в совершении грехов. И если грехи связаны с правами рабов Аллаха, то необходимо вернуть то, что им прочитается, или как минимум, чтобы они простили ему это. Аллах повелел каяться и сказал, «Я июха الذин ааману тубу иля Аллах туба нاصуха, аллаху иллингарь, Это то, что приводится в Коране. А в Сунне Пророка, салаллаху алейхи ва салям, говорится, «О люди, кайтесь перед Аллахом, я же поистине каюсь перед Ним по сто раз в день». А сказал он это только для того, чтобы научить нас этому. А сам же он являлся защищенным от грехов. Ему были прощены все предыдущие и будущие грехи. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, каялся, чтобы показать своей уме, как правильно это делать. Затем Пророк, салаллаху алейхи ва салям, разъяснил нам достоинство покаяния, сказав, «Аллах радуется покаянию своего грешного раба и его приближения к Господу миров». Приводится в обоих сборниках в хадисе Ибн Мас'уд, это будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Поистине Аллах радуется покаянию своего верующего раба, который обращается к нему с покаянием, больше, чем тот из вас, кто ехал по пустыне на своей верблюдице, вырвавшийся и убежавший от него со всеми его съестными припасами и водой. Ибн Мас'уд, который отчаялся найти ее, пришел к какому-то дереву и улегся в его тени, уже не надеясь увидеть свою верблюдицу. И когда он находился в подобном положении, вдруг оказалось, что она стоит рядом с ним. И тогда он взял ее за повод и сказал, «О Аллах, ты раб мой, а я твой Господь», допустив ошибку из-за охватившего его сильного ликования. Аллаху Акбар! Поистине Аллах радуется покаянию своего верующего раба, покаянию своего ослушавшегося раба. Что касается этого человека, которому вернулась его верблюдица с провизией из еды и воды, здесь имеется в виду, что к нему вернулась жизнь в тот момент, когда он впал в отчаяние от жизни, говоря, «Я буду дремать, пока не умру». И подобных хадисов много. И также есть единогласное мнение насчет обязательности покаяния, потому как грехи губят и отдаляют от Господа земли и небес. Поэтому следует бежать от грехов немедля. Покаяние является обязательным все время. Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе. Быть может, вы преуспеете. Покаяние необходимо, потому что человек не перестает грешить. И даже если он перестанет грешить руками, то он не прекращает грешить сердцем. А если этого он избежит, то его не покинут наущения дьявола. Различные мысли, отдаляющие от поминания Всевышнего Аллаха. И даже если избежать подобного, то не избежать беспечности и упущений. Все это относится к греховному. Особенно невежеству в именах Аллаха и его действиях. И это упущение, которое совершает мусульманин. И никто не избегает подобного упущения. Творения же разнятся в совершении этих поступков. Именно поэтому необходимо каяться. Даже от тех мгновений пребывания в беспечности. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, Поистине бывает так, что сердце мое окутывается. То есть окутывается с прохождением событий. Печаль, беспечность и тому подобное. Поистине бывает так, что сердце мое окутывается. И поистине я прошу Аллаха о прощении по сто раз каждый день. Поэтому Аллах почтил его в своей книге. Чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые будут впоследствии. А те, кто помимо него, то каково их положение? Нам необходимо покаяние, о рабы Аллаха. И когда выполняются все условия покаяния, то оно становится действительным. И тогда Аллах его принимает. Аллах субханаху алейхи ва салям, сказал, Также Allah subhanahu wa ta'ala говорит Просим Аллаха спасения и просим принять наше покаяние прежде чем нас постигнет смерть Наш пророк салаллаху алейхи ва салям говорит Поистине Аллах всемогущий и великий принимает покаяние раба до тех пор, пока он не начинает издавать предсмертные хрипы Также было сказано им о покаянии Поистине Аллах Всевышний будет протягивать руку свою ночью, чтобы покаялся, совершивший что-нибудь дурное днем И будет он протягивать руку свою днем, чтобы покаялся, совершивший что-нибудь дурное ночью До тех пор, пока солнце не взойдет оттуда, где оно заходит Прошу Аллаха простить нас всех О Аллах, помилуй нас, чтобы мы покаялись О Аллах, помилуй нас, чтобы мы покаялись О Аллах, помилуй нас, чтобы мы покаялись И даруй нам искреннее покаяние, которое ты примешь, о Господь миров О Аллах, сделай наше покаяние искренним и прими его, о Господь миров Благослови и приветствуй нашего господина Мухаммада, его семью и всех его сподвижников. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.